Друзья, всем привет! Сегодня 8 октября, очередной выпуск новостей. Уже пришла осень, у нас вон какая темень. Но темень не весь день была, не переживайте, я просто сегодня был очень занят. У нас начался сезон по баскетболу, поэтому я приехал с игры. Сейчас вот записываю для вас очередные гастроновости на канале Сладкий Персик. Поехали! В халяльной колбасе из Свердловской области нашли свинину. Актимэль в России сменит название на Актимуна. Также изменится и дизайн упаковки. Будет выглядеть вот так вот. Каждый раз, когда думаешь, что все уже все переименовали, но нет, находится кто-нибудь новый и что-нибудь, так сказать, ребрендирует. Вот теперь и Актимэль. Если бы они, кстати, не поменяли дизайн упаковки, а поменяли только название, мне кажется, вообще никто ничего бы и не заметил. Минфин поддержал легализацию интернет-торговли алкоголем. Если установить контроль за продажей, то плюсов у этого предложения больше, чем минусов, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Он добавил, что обсуждение вопросов правительства оказалось достаточно дискуссионным, и некоторые министерства выступили категорически против. Пока что, я считаю, рано радоваться, но положительные сдвиги уже есть. Не знаю, как вы, но мы очень активно пользуемся доставками, иногда очень редко, но возникает желание выпить фужерчик вина на ужин. Но мы этого не делаем, потому что алкоголь в доставке запрещен. Я думаю, что в ближайшее время что-нибудь да порешают. Во вкусно и точка выросли цены из-за повышения НДС на гамбургеры. С 1 октября НДС повышается на 20%, а было он раньше 10% на гамбургеры. Например, чикенбургер подорожает с 59 до 62 рублей. Классический гамбургер с 59 до 65 рублей. Ну и в общем так далее. Под новую ставку НДС попадают сэндвичи, гамбургеры и чизбургеры. Другие сети о повышении цен пока не сообщали, но можно ожидать этого в ближайшие недели. Что вообще вы скажете по этому поводу? Мне интересно. Например, вот мне вообще абсолютно пофигу на это повышение, потому что я крайне редко ем любые бургеры, чизбургеры, гамбургеры. Ну там примерно, наверное, раз в полгода у меня получается. И поэтому это повышение в 3-7 рублей на моем годовом бюджете особо не скажется. А вот то, что уравняли НДС бургеров со всеми остальными продуктами, я считаю справедливым. Самый дешевый Биг Мак продается в России, как оказалось. Это новость для тех, кто сильно распоряживался после прошлой новости про повышение цен на гамбургеры. Можете выдохнуть, потому что российский Биг Мак самый дешевый среди стран большой двадцатки. У нас Биг Мак стоит 294 рубля. На втором месте, после нас уже получается, идет Индонезия. И там этот бургер стоит 400 рублей. Разница, кстати, в целых 25%. Это очень много. Если интересно, то на третьем месте идет Индия. Там 515 рублей. А самый дорогой в Германии 1144 рубля. То есть по цене немецкого Биг Мака можно съесть почти 4 таких же Биг Мака у нас в России. И да, кстати, Биг Маки во всем мире продаются за рубли. Ученые из Омска начали разрабатывать еду будущего. В общем, в Омске есть политех, в котором начала работать новая биотехнологическая лаборатория. Она оснащена современным оборудованием для создания будущих продуктов питания. Эта лаборатория считается одной из самых современных. В ней есть куча всего. В статье написано, включая микроскопы, автоклавы и другие устройства. И что же за еда будущего, спросите вы. Мне тоже стало интересно. И как оказалось, они просто будут дорабатывать те продукты питания, которые есть сейчас. Например, они разработали метод обработки сои, который позволяет уменьшить содержание вредных компонентов в этом продукте. Но не только в Омском политехе, но и в других учреждениях Омска тоже работают над едой будущего. И, например, Аграрный университет совместно с местным пищевым предприятием уже разрабатывает полезные виды хлеба, кексы, чипсы, полезные чипсы, представляете себе, и молочные продукты для пожилых людей, не содержащие сахара. Так что вот, молодцы сибиряки. Омск, красавцы. В Госдуме призвали вывести в отдельный блок предупредительную информацию на продуктах. Есть у нас депутат Госдумы Султан Хамзаев, который предлагает выделить под предупредительную информацию аж целых 50% площади продукта. Представляете, сколько это вот такая вот бутылка, и вот столько вот будет предупредительной информации, сколько вредных веществ она несет. В обращении законодатель отметил, что далеко не все реализуемые продукты питания и напитки могут быть безопасны для потребителей, в связи с чем на упаковках размещается соответствующая информация для определенных категорий граждан. Это эти граждане, насколько вы знаете, беременные женщины, дети, естественно, пожилые люди, люди, которые болеют какими-то хроническими заболеваниями и так далее. Именно поэтому депутат так сильно распереживался и решил аж целых 50% выделить под предупредительную информацию. Я считаю, что это слишком много, но можно ограничиться там, я не знаю, ну 10%. Ну 50% это очень много, правда. В Госдуме оценили идею отдельного блока для предупреждений на продуктах. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала всю эту ситуацию. Она считает, что касается продуктов питания, это не имеет большого смысла. Кроме того, это нарушит права производителей на здоровую конкуренцию. А все те продукты питания, которые опасны для здоровья, например, алкоголь, табачная продукция и так далее, они уже имеют эту предупредительную информацию и, собственно, смысла в этом тоже никакого нет. В общем, в Госдуме намечается, судя по всему, какая-то заварушка. Скорее всего, они сильно будут спорить по этому вопросу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы считаете. Мне кажется, что если продукты прям вредны, ну, например, какие-нибудь там энергетики, я, кстати, не знаю, может, на энергетиках уже пишут, но как пример, то на них точно надо писать такую информацию, но не 50%. В сосисках баварские обнаружили геном вируса африканской чумы. Звучит очень страшно, но сразу скажу то, что для людей он не очень опасен, а вот для животных сильно опасен. Заболевшее животное может умереть в течение пяти дней, заболевшее этой болезнью, соответственно. Безответственные производители могут его заморозить, болезнь также останется в замороженном мясе, и потом она может передаться в сельское хозяйство, чего, собственно, и боятся. Поэтому быстро все эти сосиски изъяли из оборота в городе Элисте, где, собственно, нашли. А сами сосиски, кстати, из Владимирской области. Но если вы боитесь такого страшного названия африканская чума свиней, то лучше, я думаю, вот баварские сосиски в городе Элисте пока что не покупать. Виноделы планируют заменить стеклянные бутылки на бумажные. Заголовок очень громкий, но на самом деле это вообще про компанию. Фругальпак, она, кстати, британская, и она производит бумажные бутылки. Она создала инновационную альтернативу традиционным стеклянным бутылкам. Но сразу скажу, то что альтернативы стеклянным бутылкам, вот как по мне, нет. Потому что, ну, я думаю, любой винодел скажет, то что вот то самое вино, оно должно храниться в стеклянных бутылках. Причем, насколько я знаю, в темных. Но, по крайней мере, красное точно должно храниться в темных. С белым, белой вроде можно и в прозрачных. А что сделала эта компания? Они просто придумали бумажную бутылку, которая еще и складывается. То есть для бизнеса это плюс, потому что она сильно меньше весит, сильно меньше занимает место в транспортировке. И все. Чтобы вино из нее не вытекало, в нее еще там каким-то образом встраивают пластиковый пакет и в него, собственно, сразу наливают вино. Как-то так, я не знаю. У нас есть уже в магазинах давно такие картонные бутылки. Я думаю, это плюс-минус то же самое. Просто выглядит, как будто бы она стеклянная. Но я все-таки предпочел бы пить из стекла. Вегетарианка впервые за пять лет попробовала стейк. В моем списке, на что можно смотреть вечно, добавился новый пункт. Там теперь огонь, горная река, море. Что еще? Как кто-нибудь работает и как вегетарианец пробует мясо. Ну красота же, согласитесь. В Египте нашли кувшины с вином возрастом пять тысяч лет. С ума сойти, да? И мне интересно было почитать, что это там за вино такое и как оно вообще сохранилось. Но в статье об этом вообще ничего не пишут. Пишут то, что группа ученых-археологов из разных стран, ну в основном Европы, пошли на раскопки гробницы царицы Мирет Нейт. Это, кстати, единственная женщина, погребенная в собственной гробнице на царском кладбище Египта в Абидосе. Ну то есть уважаемая прям была барышня. А про вино написали то, что его только нашли и все. Вот как оно сохранилось, что вообще там жидкость или там может быть вообще какой-то уже порошок высохший, не совсем понятно. Я думаю, в любом случае нельзя его пить, потому что пять тысяч лет это такая серьезная выдержка. Но было бы интересно почитать. Жалко, что ничего не написали. Вот такие новости на сегодня. Желаю вам продуктивной будущей недели. Соберите силами. Можно сходить, кстати, к врачам, сдать анализы. Может быть, они вам какие-то витаминки посоветуют, потому что приходит холода, и можно себя чем-нибудь подпитывать. Главное, сами не экспериментируйте, обязательно проконсультируйтесь с специалистами. Если любите холодную погоду, то почему бы не погулять? Мне вот очень нравится свежий воздух, классно. Желаю вам всего самого хорошего. Всех обнимаю. Пока. А, и еще подписывайтесь на наш Телеграм. Телеграм у нас замечательный, прекрасный. Там Юля всего много постит. Что еще? А, еще есть одна рубрика со мной. Там я отвечаю на вопросы. Если интересно, тоже посмотрите. Там прям весело, как будто бы. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok